И еще одна история об угрозе оружием в Петербурге. Пистолет стал аргументом в споре в автоочереди у Макдональдса на Шереметьевской улице. Водитель Яндекс.Такси на желтой Шкоде вклинился между машинами, а на справедливые претензии водители достал оружие и наставил пистолет на одного из них. Впрочем, таксист внял уговором, быстро убрал пистолет и скрылся с места происшествия. По словам очевидцев, водитель Шкоды не был пьян, но находился в неадекватном состоянии. Написано заявление в полицию, водитель такси пока разыскивается. В Макдональдс, место, где довольно часто выясняют отношения, очередная драка в ресторане быстрого питания произошла не так давно. Видеопроисшествия прислали нам также через мобильное приложение LifeCore. На кадрах можно заметить, как двое мужчин поссорились в очереди к кассе. Молодые люди отошли в сторону и завязалась драка. Расклад был неравный. Двоим противостояла целая компания. В ход пошли не только кулаки, но и стулья, и другие подручные предметы. Одному из участников драки удалось выбежать на улицу. На выходе его настиг соперник, который сбросил его с лестницы. Избиение продолжилось на улице. Все это время посетители ресторана наблюдали драку, не отрываясь от своих гамбургеров и не пытались помочь. Первую помощь пострадавшему оказывали сотрудники ресторана. Позже мужчину госпитализировали. И тему вооруженных нападений мы обсудим с психологом Дмитрием Ольшанским, который сейчас выходит на прямую связь с нашей студией. Дмитрий, я вас приветствую. Ну что ж, в последнее время, как я уже только что рассказала, участились случаи вооруженных нападений. Давайте проанализируем, с чем, на ваш взгляд, все-таки это связано, что заставляет людей браться за оружие. Все больше и больше таких эпизодов, больше таких случаев. И, конечно же, нельзя не обратить внимание, что сами масс-медиа формируют у людей такую модель поведения, что, чтобы донести хоть какую-нибудь свою мысль, нужно обязательно применять насилие. Чтобы просто ближний человек тебя услышал, нужно быть агрессивным, нужно быть навязчивым. Откройте любые социальные сети, посмотрите телевизор, и вы увидите массу примеров этого. Как вести жесткие переговоры, как вдалбливать свою мысль, как что-то навязывать окружающим. То есть преподносится мысль о том, что просто так с тобой никто разговаривать не будет. Обязательно нужно быть агрессивным, нужно быть навязчивым, нужно применять насилие. И ничего удивительного, что в самых бытовых ситуациях, которые можно просто разрешить словами, можно договориться, можно найти компромисс, люди начинают применять эту модель поведения. И если кто-то занял очередь в ресторане быстрого питания, то нужно сразу доставать наган и открывать стрельбу. Потому что никак иначе тебя не услышат. Вот такую модель поведения формирует масс-медиа у современного человека. Дмитрий, вот сразу хочу спросить, в эти моменты люди, которые прибегают к помощи оружия, чувствуют себя все-таки всемогущими и способными решить таким образом любой вопрос, или это реакция защиты от агрессивного окружающего мира? Я думаю, что и не то, и не другое. Это единственная возможная модель, единственная приемлемая модель. То есть сейчас так принято себя вести. И если где-то принято открывать перед стариком дверь и уступать женщине место, то в современной России принято вести переговоры при помощи ножа и нагана. Я не думаю, что там какое-то особое чувство всемогущества или особое чувство незащищенности. Просто when in Rome do, as the Romans do. Все так поступают. Давайте тогда обсудим, как все-таки себя вести в такой ситуации, если человек подвергся такому нападению. Какие основные действия и как все-таки не стать жертвой? Я думаю, что в качестве защиты здесь можно посоветовать, конечно, не реагировать на эту модель поведения чем-то аналогичным. А стоит попытаться разорвать шаблон в этой ситуации. Не реагировать на агрессию агрессии. Не давать человеку то, что он ожидает. Он вынимает пистолет, он ожидает страха, он ожидает паники, он ожидает бегства или какой-то ответной реакции. Он ждет схватки, он ждет беттла. И в этом случае было бы полезно разрывать шаблон и не давать то, чего человек ждет, а пытаться как-то иначе переключить разговор и иначе вести этот конфликт. У конфликта может быть множество разрешений, множество реакций. Поэтому нужно ломать эту модель поведения. Как агрессор чувствует себя вот в таком состоянии? Это состояние аффекта или это абсолютно осознанные действия? Как квалифицировать, точнее, какая классификация у этого состояния в данный момент, когда человек держит в руках оружие, нож, пистолет или еще что-то и способен решить ситуацию насильственным способом? Здесь нет универсального ответа. Из тех ситуаций, которые вы рассказали, это похоже на совершенно бытовые вещи. Человек стоял в очереди, и ничего катастрофического не происходило. И про агрессию-то речи нет. То есть там нет какой-то схватки, нет какого-то поединка, нет противников. Человек реагирует совершенно естественным, привычным образом. Он попил Кока-Колу, он съел гамбургер, и он открывает огонь из пистолета. Это совершенно обычная такая вещь. Все этим занимаются. И тут нужно понимать, что человек вкладывает в это, что для него пистолет. Это уверенность, или это то, что позволяет ему разрушать окружающий мир, или то, что позволяет чувствовать себя мужчиной, или то, что позволяет вообще чувствовать себя на своем месте. Это что-то защитное, или это что-то разрушительное. Поэтому для каждого человека здесь какой-то свой собственный ответ. И универсального быть не может. Для чего человек покупает оружие? Что он хочет? Вот в этот момент его надо спросить, когда он приобретает огнестрельное оружие. Вот здесь неплохо бы пройти консультацию с психологом и человеку задать вопрос. А для чего тебе это? А что ты с помощью этого будешь делать? А что тебе даст оружие? А как ты обращаешься со своей агрессией? Умеешь ли ты ее направлять? Умеешь ли ты ее контролировать? Для чего она тебе нужна? И как взаимодействуют твои агрессии и внешний мир? Как ты готов принимать агрессию и выражать агрессию? Вот это те вопросы, которые нужно задать при продаже оружия. А потом уже мы это с вами не сможем контролировать. Дмитрий, ну давайте тогда напоследок составим такой небольшой психологический портрет человека, который приобретает оружие. Будь то охотничий нож или огнестрельное оружие. Кто эти люди, которые испытывают необходимость, так скажем, иметь при себе оружие и потом, как следствие, решать проблемные вопросы с помощью него? Это те люди, которые вокруг нас. Они ходят по улицам, они играют сейчас у меня за спиной, дети играют войну, понимаете? То есть их с самого детства учат, что оружие это совершенно естественный элемент жизни. У тебя есть мобильный телефон, у тебя есть интернет, у тебя есть наган. И этим нужно как-то обращаться, этим нужно уметь пользоваться. И это не какие-то особые люди, к которым нужно какое-то особое отношение. Это те люди, которые вокруг нас ходят, и поэтому здесь никакого психологического портрета быть не может. Это может быть и мать с тремя детьми, это может быть одинокий мужчина, это может быть подросток, это может быть девушка-фотомодель, это может быть кто угодно. И поэтому нужно все-таки относиться к ближнему по-человечески, потому что никакой особой категории людей, которые носят оружие, не существует. Это те люди, которые нас окружают, те, которых мы видим каждый день, и те, которые могут использовать оружие против нас. Поэтому нужно стараться выстраивать человеческие отношения и уметь управлять своими конфликтами. Ну то есть получается, это такая серьезная психологическая проблема современного общества, которую так или иначе нужно решать. Спасибо вам огромное за ваши комментарии. На прямой связи с нашей студией был психолог Дмитрий Ольшанский.